Просто достала та истерика, которая происходит вокруг новоизбренного президента Соединенных Штатов. Давайте разберем два мифа, вокруг которых строится представление о якобы уникальном Трампе. Меня тут попросили о Трампе высказаться. Я вообще-то стараюсь всегда говорить, если кто следит за моими материалами, только о том, в чем я разбираюсь. То есть идей и мнений по поводу происходящего много, и интернет заполнен этими мнениями и идеями. Но меня, честно говоря, уже просто достала та истерика, которая происходит вокруг новоизбренного президента Соединенных Штатов, или САСШ, как раньше говорили. Кого не возьмешь, левые, правые, сейчас Прамп сказал то, Трамп сказал это, Трамп защитил Путина, Трамп опустил Украину, Трамп изменил отношения и так далее и т.п. Это такой, с моей точки зрения, набор раболепства и зависимой внешней политики, якобы получили нового союзника. У России всегда было только два союзника. Это ее армия и флот. Но тот, кто сказал эту фразу, а это был царь, император российский, он ошибался. Дело в том, что у России как минимум четыре союзника. Это ее собственный народ, это ее собственная индустрия, экономика и армия и флот. Советский союз сделал так, что Россия распространилась как интернациональное государство с советской концепцией на полмира. И у нас в половине мира появился такой народ, который смотрел на нас. И в ближайших республиках современной Российской Федерации у нас огромное количество бывших советских людей, которые мыслят все еще с советскими стандартами. И вот у нас есть четыре союзника. Народ, экономика, индустриальная экономика, развитая армия и флот. Если наш или их президент в чем-то сходится, ну нам от этого по большому счету в оценках не должно быть ни холодно, ни жарко. Нам должно быть понятно, что возможно будет чуть легче. Но легче что? Проведение внешних политических акций? Возможно. Будет ли легче нашей экономике? Не уверен. Более того, уверен, что не будет. А почему? Давайте разберем два мифа, вокруг которых строится представление о якобы уникальном Трампе. Который якобы свою избирательную кампанию продолжит не только на словах, но еще и на делах. Вы знаете, это короткая историческая память. Если вы возьмете Рейгана, то он шел к власти, в отличие от предыдущих президентов, именно с лозунгами, которые он притворял в виде неоконсервативной политики и неоколониальной политики, во время своего срока президентства. Чем это для нас кончилось? Для нас это кончилось очень тяжело. В свое время Трумэн пришел точно так же, громя позиции Рузвельта. Чем для нас кончилась эта принципиальная позиция, когда все во имя Америки и все для Америки? Тем, что для нас это были миллиарды трат на гонку вооружений. Нам не должно быть безразлично, какой там президент. Но и Обама делал для Америки, и Трамп будет делать для Америки. А вот как это скажется на развитии нашей экономики, скажется хуже. Потому что вся команда Трампа состоит из бывших ястребов военных и нефтегазовых баронов, которые будут делать все, чтобы было выгодно для Соединенных Штатов. И их интересы, прямо противоположные, будут интересы нашей экономики. Ибо наша экономика должна быть конкурентно способна. Потому что наладить рынок только внутри своей страны при развитии империализма практически невозможно. Если вы производите товары, которые востребованы только в вашей стране, то такая экономика начинает при империализме рушиться. Только та экономика, которая может быть привлекательна за счет новых технологий, более дешевых цен и неконкурентоспособных с точки зрения товара по качеству продуктов, только такая экономика сейчас в мире современном может выжить. Но Трамп, который начинает сейчас воевать с Китаем, хотя бы на словах, с Индией, с Европой, он нас просто не рассматривает как конкурента. И появление даже в гипотетической перспективе такого игрока для администрации Трампа – это вызов, против которого будет направлена уже и нелояльная внешняя политика. быть зависимым, угодником, ловить последний твит американского президента, что может быть более унизительно для российского политического деятеля. Но когда мы видим, как ругаются на Первом канале наши яйцеголовые мужи с украинскими яйцеголовыми мужами, или с американскими какими-то представителями «Голоса Америка», или с яйцеголовыми либероидами, которые все еще ползают по телу нашей страны. И все они апеллируют к тому, что сказал в очередном твите Трамп. Это показатель, во-первых, потери национальной гордости, здравого смысла и самоуважения. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok